Улица Краснознаменная 9 – один из трех адресов, где сегодня активно ведутся работы по замене тепловых сетей. Бригада специалистов разделила фронт деятельности на несколько участков, на каждом из которых своя специфика. Объект был начат еще в июне. В эти дни работы выходят на завершающую стадию. Сложность заключается в сосненности в подъездных путях к данному объекту. Здесь мы видим все стадии производственного процесса. Это и обратная засыпка трубопровода, демонтаж и уже смонтированные трубы, предизолированные. Что касается сроков, мы планируем на этой неделе полностью завершить монтаж. А уже на следующей неделе запланировали заняться благоустройством. Чтобы освободить жильцов, чтобы им было тут поудобнее размещать свой автотранспорт. Эндемия не обошла стороной и работу служб котельного хозяйства. Ко многим необходимым манипуляциям рабочие приступили относительно недавно. Однако результат уже есть. Было заменено практически 7 километров тепловых сетей. Каждый участок проходил предварительную экспертизу и оценку. Профилактические работы прошли на 7 котельных. Обследованы 82 километра подземных коммуникаций. Задачи, которые нам поставлены, мы выполним. Доведено ежегодно нам замена порядка 12,5 километров тепловых сетей. На данный момент уже выполнена замена тепловых сетей где-то 6,9 километров. В городе ведутся работы на трех объектах. На данный момент идет замена на сетях порядка 650 метров. Это вот на данном объекте, на улице Высокой, на Луцкой. То есть сразу же замена идет сетей на нескольких объектах. В своем большинстве работы 2020 года не кардинальные. Скорее, это время для совершенствования уже имеющейся материальной базы. А вот в 2021-м новая котельная заработает по улице Инженерной, 17. Проектно-сметная документация уже готова. На котельной Инженерной, 17 планируется построить новую котельную на щепе мощностью 12 мегаватт. Кроме того, в эти дни идет выбор подрядной организации по реконструкции котельной по улице Медицинской. Объем работ достаточно большой, однако выполнить все необходимое специалисты котельного хозяйства готовы в срок. На это сегодня брошены все силы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Пел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.